Средняя школа имени Аншукова села Великовисочная отметила большой юбилей. Ей исполнилось 150 лет. Старейшее образовательное учреждение Ненецкого округа было создано еще в царские времена. За полтора века своего существования школу окончили больше тысячи человек. А в числе педагогов, которые там работали, ветераны Великой Отечественной Петр Спирихин и Василий Самойлов. Юбилейную дату отметили всем селом громко и с размахом. На праздничном концерте побывала и наша съемочная группа. Зрительный зал местного Дома культуры забит до отказа. Здесь не только работники школы, простые жители, даже те, кто никогда не учился в стенах образовательного учреждения. Юбилей общий, говорят вещание. Для гостей праздника сотрудники ДК совместно с учителями. Их подопечными подготовили большой концерт. История длиною в 150 лет. Юбилей, юбилей, сколько он собрал друзей. Чтобы лично поздравить сотрудников и учеников школы с большим юбилеем, в Великовисочное приехали десятки гостей, в их числе представители региональной власти. Выступая со сцены, каждый пытался подобрать особые слова. Нечасто в Нинецком округе образовательным организациям исполняется 150. За полуторавековую историю своего существования образовательная организация пережила множество организационных и административных перемен и преобразований. Но неизменным всегда оставался профессионализм, самоотдача педагогического коллектива. Вы знаете, я вспоминаю такой же праздник 10 лет назад. И одним из наших пожеланий тогда было, помимо всего, что мы сказали, хороших, добрых слов, пожелание было такое. Друзья мои, 150 лет, надеемся, мы встретим в новой школе. Пожелание сбылось, поэтому, уважаемые выступающие, желайте сегодня как нужно больше. Выразить слова благодарности педагогическому коллективу приехали и действующие руководители других образовательных учреждений. Вот, например, Вера Кременская. Сейчас она директор 4-й городской школы, а всего несколько лет назад возглавляла Великовисочную. Пусть эта круглая, знатная дата символизирует собой огромную круглую медаль, отлитую из драгоценного сплава безмерного уважения к вашему коллективу. Гордости за ваших учеников. В старинное село Великовисочное гости приехали не с пустыми руками. Подарки разнообразные от принтеров, которых так нуждаются образовательные учреждения, до денежных сертификатов на покупку мебели. В стороне не остался и губернатор после визита в муниципальное образование. Александр Цибульский распорядился обновить библиотеку в пришкольном интернате, который на днях также отметил большой юбилей 90 лет. Обновили, модернизировали оборудование, приобрели стулья, стенды красивые. И книжный фонд обновили полностью для того, чтобы дети, которые здесь находятся в период обучения, могли очень хорошо занять свой досуг с пользой для себя и для обучения. В пришкольном интернате постоянно проживают 25 учеников. Все они из близлежащих деревень и сел. Щелина, Лабожского, Пылемца. Условия здесь очень комфортные. Светлые просторные комнаты, есть компьютерный кабинет, стол для настольного тенниса. А скоро появятся еще и душевые кабинки. Мы проводим с детьми разные мероприятия. Внеклассные, классные часы. Здесь у нас есть библиотека. Потом спортивные мероприятия проводим. Праздник здоровья, день именинника, традиционный Новый год, 8 марта, 23 февраля. Дети очень любят у нас участвовать во всех мероприятиях. Без внимания сегодня не остались работники местной школы. За добросовестный труд и вклад в развитие системы образования вручили благодарственные письма и грамоты администрации Нинецкого округа из Заполярного района. В их числе Андрей Максимовский, учитель физкультуры. Он родился и вырос здесь, в Великовисочном. А после получения диплома решил, работать будет здесь, в родном селе. И так уже несколько лет. Что касается здания школы, то его построили всего несколько лет назад. Вместимость больше ста человек. В образовательном учреждении есть своя столовая, спортивные и актовые залы. Кабинеты оснащены современной мебелью. Здесь, например, проходят уроки химии. Такими условиями может похвастаться далеко не каждая городская школа. Уровень образования совершенно не уступает городу. Учителя первой и высшей категории у нас в достатке. Дети выступают на Всероссийской олимпиаде школьников и на различных конкурсах. А не видно их потому, ну потому что масштабы. У нас в школе всего 76 человек обучается. Понятно, по масштабам городских школ это немного. Нам единственное, чего не хватает, это детей. Когда молодежь поедет на село, ну и взрослые работать, появятся дети. Появятся дети, откроются новые вершины. И все будет у нас хорошо.